Прямо сейчас политолог Владимир Фисенко присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот мы вместе с вами услышали, что говорил президент с трибуны Генассамблеи ООН. И знаете, как подтверждение этих слов, что Путин не остановится с самого утра летят и ракеты, и шахеды по территории Украины. Звучит тревога за тревогой. Вот Зеленский подчеркнул, что формула мира существует два года. И что любые какие-то параллельные попытки достичь мира, это лишь о временном затишье, но не о прекращении войны. Как вы полагаете, вот эти слова были услышаны? И вот еще один момент. Журнал «Политика» пишет, что Украина надеется на Индию в процессе переговоров с Россией и заключении справедливого мира. Как вы еще и такую информацию прокомментируете? Ну, то, что Индия активизировала свои усилия. Хотя премьер-министр Моди, премьер-министр Индии говорил, что он не собирается быть посредником в переговорах, но, по сути, сейчас Индия, пожалуй, наиболее активна, как такой потенциально новый посредник, как страна, которая стремится активизировать развитие мирного процесса. Индия участвовала в саммите мира, хотя и не подписала итоговый документ первого саммита мира. Индия будет участвовать в саммите БРИКС. Поэтому то, что Индия сейчас один из, может быть, таких драйверов потенциального мирного процесса, это действительно так. И то, что премьер-министр Моди встретился с нашим президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи, также подтверждает эту версию. Поэтому будем следить за действиями Индии. Другое дело, что не стоит думать, что Индия будет реализовывать мирный процесс исключительно на основе формулы мира президента Зеленского. Надо понимать, Россия не будет соглашаться на заключение мира на основе формулы мира, которая предложена президентом Украины. И поэтому формула мира – это не меню для переговоров о мире. Это тоже реальность, которую нужно принимать. Это наша стратегическая позиция. И мы часть позиции этой формулы будем реализовывать не через переговоры с Россией. Я же говорю, как минимум половину пунктов формулы мира Россия не будет обсуждать, как и мы не будем обсуждать и не будем соглашаться на требования России. Поэтому вопрос о прекращении огня – это одна история переговорная, которую нам еще, видимо, предстоит пройти. Это будет очень непростой и сложный процесс. Другое дело – формула мира. Это наша стратегическая принципиальная позиция. Мы никогда не будем соглашаться на то, чтобы отказаться от части наших территорий, которые оккупированы Россией. Мы будем стремиться, несмотря на какие-либо возражения России, к наказанию военных преступников. Это один из пунктов формулы мира, пункта справедливости. Те, кто несет ответственность за военные преступления в Украине, за преступления против человечности. Мы будем стремиться к компенсации ущерба, нанесенного Россией и Украине. Это тоже один из пунктов формулы мира. Есть пункты, о которых Зеленский тоже напомнил на выступлении, которые касаются глобальной безопасности. Они имеют отношение к Украине. Например, сейчас очень актуальна тема ядерной безопасности. Наш президент как раз в Нью-Йорке огласил информацию, полученную от секретных служб, что Россия готовит удары по трьем атомным электростанциям в Украине. А это угроза ядерной безопасности не только для Украины, а для всей Европы. И, кстати, для России тоже. И это проблема, которую необходимо решать международному сообществу, а не только в Украине. Поэтому выступление нашего президента – это формулирование нашей стратегической принципиальной позиции по условиям справедливого мира. Но это не означает, что только это будет рассматриваться в каких-то мирных переговорах. Путин анонсировал реформу ядерной доктрины. Вчера на Совете безопасности РФ были озвучены основные пункты. И первое, да, это что они планируют. Я цитирую, что они прописали, что агрессия со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы должна рассматриваться как их совместное нападение на Россию. Ну вот еще, что интересно, это одним из нововведений станет право России на использование ядерного оружия в случае агрессии против Беларуси. Как вы оцениваете очередной шантаж, этот ядерный, со стороны Кремля? И почему именно сейчас они взялись менять доктрину? Нет, ну здесь как раз все абсолютно понятно, почему именно сейчас. Дело в том, что как раз вот сейчас ожидаются переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байдена. И один из ключевых пунктов этих переговоров, возможно эти переговоры будут продолжены, в частности в Европе. Ожидается вот, что будет, видимо, последний визит Байдена в Европу. И там будет встреча ряда западных лидеров. Так вот, одна из главных тем, которая сейчас будет обсуждаться, это вопрос о использовании западного дальнобойного оружия для ударов по целям на территории Российской Федерации. И явно, судя по этим заявлениям Путина, Путин боится, очень боится этого. И поэтому сейчас запущено целый ряд действий, а также информации, которые должны воздействовать на президента Байдена. Как бы убедить его, что нельзя давать разрешение Украине на использование американских или британских даже ракет для ударов по целям по территории Российской Федерации. Именно на это направлен этот шантаж ядерный. И это же не просто слова. Речь идет, как это было раньше, речь идет о ядерной доктрине России. И вот то, что вы процитировали, там же в чем смысл? Что если неядерное государство, то есть Украина, будет использовать оружие ядерного государства для ударов по территории Российской Федерации, то тогда это повод для ответного ядерного удара со стороны России. Вот в чем смысл этого предупреждения. Но почему это все-таки блеф? А потому что уже используются западные дальнобойные ракеты для ударов по территории, которую Россия считает своей. Мы не признаем Крым территорию Российской Федерации. Международное сообщество не признает Крым территорию Российской Федерации. Но для Кремля это территория Российской Федерации. И удары по этой территории уже наносятся. Поэтому тут есть лукавство. И я думаю, что Белому дому это надо учитывать, как и другим западным лидерам. Но тем не менее Путин явно хочет напугать. Напугать западных лидеров, западную общественность рисками ядерной войны. Теперь не только это используется. Вот обратите внимание, вчера появилась информация, агентство Reuters ее распространило, что Москва ведет переговоры с хуситами. Это проиранская группировка в Йемене, которая обстреливает корабли торговые, которые идут через Йеменский пролив в Красное море. Они говорят, что это корабли, связанные с Израилем. Но на самом деле они обстреливают абсолютное большинство торговых кораблей. Они хотят блокировать нормальное судоходство в этом регионе. И для защиты судоходства Запад создал коалицию своих кораблей, которые должны наносить ответный удар по хуситам. И вот теперь якобы Россия ведет переговоры о передаче своих противокорабельных ракет хуситам. Ясно, что эти противокорабельные ракеты будут использоваться против западных, в том числе американских кораблей. Еще раньше появилась информация о том, что Россия может возобновить ядерные испытания на Новой Земле. Все, это тоже предупреждение. Что, мол, не давайте разрешение на использование своих ракет Украине, тогда мы не будем делать таких тоже крайних мер. А если вы дадите это разрешение, значит мы пойдем на эскалацию в такой форме. Без ядерного оружия, но в такой форме. То есть сразу несколько вот таких предупреждений запущено в адрес Байдена. Ну и пытаются и нас напугать. И, кстати, и Байдена тоже. Вот сегодняшняя ночь и утро, когда просто бесконечные воздушные атаки, это же тоже попытка воздействовать на западных лидеров, что, мол, если вы дадите вот это разрешение, то будет эскалация войны. Это как бы вот такая иллюстрация возможной эскалации. Так что Путин явно боится того, что Белый дом может дать хотя бы частично снять ограничения на использование своих ракет по территории Российской Федерации. И поэтому они сейчас пытаются массировано, психологически воздействовать на Байдена. Я бы сказал, это такая психическая атака на Байдена, вот то, что сейчас происходит. Да, и тем более, знаете, вот тоже Ройтер спишет, что решение о передаче этих противокорабельных ракет П-800, оно еще не принято. И вроде в ближайшие недели в Тегеране состоится встреча, где будут все это обсуждать. То есть, как бы, показывают Байдену, да, вот время есть, вот решение еще не принято. Совершенно верно, да. Это же утечка. Ну, слушайте, специалисты-то хорошо понимают. Такая информация, которая появилась именно сейчас, это же не случайно. Да, да, да. И появиться она могла только из Москвы. Только из Москвы. Это предупреждение. Мол, если вы дадите вот использование, ну, право на использование своих ракет по территории Российской Федерации, мы дадим свои ракеты Хусида. Вот, мол, выбирайте. Да, ну, а предупреждение о ядерном оружии, это такая, я бы сказал, ну, скажем так, наиболее сильная угроза со стороны Москвы. Правда, вот еще в начале сентября и директор ЦРУ, и глава британской разведки, они совместно выступали в Лондоне, но они сказали, что большая часть угроз со стороны России это блеф, это шантаж. И Путин любит использовать такой шантаж. А сейчас он ставки поднимает. С другой стороны, слушайте, ну, человек, который так боится за свое здоровье, за свою жизнь, даже там сидит на расстоянии многих метров от своих подчиненных, антисептик рядом с собой постоянно держит на столе, ну, вряд ли он решится на действия, которые, ну, создадут угрозу для его собственной жизни. Поэтому с высокой вероятностью речь идет о блефе, о ядерном шантаже, о такой психической атаке. Тем не менее, ну, это может влиять на западных политиков, и вот Путин это понимает, поэтому использует вот такие, не просто риторические приемы, а прямые ядерные угрозы. Неожиданное заявление Ирана, раз мы уже поговорим о сотрудничестве Тегерана и Москвы, прозвучало с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Ирана заявил, что Тегеран, мол, не поставляет Москве баллистические ракеты, и, кроме того, осудил вторжение России в Украину, заявил о готовности к переговорам с Западом. Но еще один факт стоит отметить, что американская разведка утверждает, что Иран передал России только баллистику, но не пусковые установки. Может быть, таким образом тоже некий люфт для переговоров оставляет. Как все это понимать? Ну, это надо понимать, что сейчас Тегеран пытается использовать более гибкую политику, причем как внешнюю, так и внутреннюю. Президентом Ирана стал человек с такими достаточно умеренными, ну, скажем так, немного либеральными взглядами по иранским меркам, который готов к диалогу с Западом, и команда его тоже как раз демонстрирует готовность к диалогу с Западом. Это нечто подобное, что было еще во времена президентства Обамы, когда заключали ядерную сделку между Ираном и Западом. Ограничение санкций, снятие части санкций в обмен на то, что Иран не доводит до конца свою ядерную программу. Поскольку сейчас в Иране непростая и социально-экономическая ситуация, сложная ситуация на Ближнем Востоке с такими достаточно серьезными рисками для Ирана, да и не только для Ирана, для всего региона, но и внутренняя ситуация в Иране непростая. Год-полтора назад там были очень сильные политические волнения, протесты, и, возможно, руководство Ирана решило снять часть напряжения и внутри страны, и вовне через избрание на пост президента достаточно либеральной фигуры. Но что надо понимать? Президент Ирана не является главной фигурой власти в Иране. Главной фигурой власти – это верховная этала, а этала Хамминьи. А на военную политику, в том числе и на поставки оружия, на работу с хуситами, с хезбаллой, с этими прокси-военными группировками проиранскими, за это отвечает и это координирует корпус стражи исламской революции. Президент Ирана, к сожалению, на это почти не влияет. Тем не менее, вот эти заявления, они очень важны. Это показывает, что политика Ирана становится более гибкой, и они демонстрируют готовность к переговорам. Я думаю, что эти переговоры стоит начинать, в том числе и для того, чтобы уменьшить возможность военно-технического сотрудничества между Ираном и Россией. Будет эта цель достигнута или нет, сказать пока сложно. Но шанс на это есть. Отмечу, кстати, что при всем, при том, что между Ираном и Россией, действительно, вот за годы нынешней полномасштабной войны между Россией и Украиной происходит тесное сотрудничество, и мы все это знаем по шахедам, словно печально известным, тем не менее, Иран не признавал аннексию Крыма России и не признает аннексию других территорий. Вот это тоже очень показательно. Есть между Россией и Ираном свои противоречия. Поэтому, если есть такой шанс, его надо использовать. И то, что сейчас Иран предпринимает такие шаги по демонстрации более гибкой внешней политики, и напоминает, что он осуждает войну России, ну хорошо, но осуждается не только на словах. Вы действиями покажите, что вы не поддерживаете эту войну. Вот это очень важно. Но также надо иметь в виду, что, к сожалению, президент Ирана не влияет в полном мере, в полном объеме на реальную силовую сторону внешней политики этой страны. Поэтому доверяй, но проверяй. Диалог вести надо, но с поправкой на специфику Ирана. Владимир, спасибо огромное за то, что присоединились к нашему эфиру. Я напомню нашим телезрителям. Владимир Фисенко, политолог, был на связи с нашей студией. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.